Привет, друзья! Вы на канале Манита Мания и в этом выпуске я покажу вам новые 10 гривен. Это юбилейные 10 гривен, посвященные десантно-штурмовым войскам Вооруженных Сил Украины. На самом деле, очень красивая монета, мне она визуально нравится. Она у нас дополняет серию Вооруженных Сил Украины. И как мы видим, у нее тираж такой, как и у прошлых монет, 1 миллион штук. Давайте расскажу, что на ней изображено. На аверсе монеты у нас изображена вверху надпись «Украина», малый государственный герб Украины, нарукавный знак десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины. И в центре, на вот этом зеркальном фоне, эмблема десанта-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины. Ну, написано, что номинал 10 гривен, наш графический символ гривны. Как он, кстати, вам, напишите в комментариях, что он напоминает. Справа у нас год чеканки, 2021 год. Эмблема монетного двора. Кстати, не всегда на монетах эта эмблема есть, потому что те монеты, которые чеканились в Луганске, они без этой эмблемы. А это эмблема киевского у нас монетного двора. И надпись «Десантно-штурмовые войска». Если мы перевернем эту монету, то с другой стороны видим, вот на таком реально красивом зеркальном фоне, изображен символ, такой вот образ воина-десантника в доспехах, вы видите, с мечом. И вот такие вот за спиной у него крылья. Крылья не просто так, это символ покровителя войск, Архангела Михаила. Что можно сказать по данной монетке? У нее масса 12,4 грамма. Сплав, как и у других монет, 10 гривен на основе цинка. Я имею в виду, которые юбилейные. Дата выхода у нее была 11 ноября. Тираж, как я сказал, 1 миллион штук. В целом эта монетка сейчас подороже продается, потому что в национальном банке магазин не работает. Ее могут продавать по 20 гривен, по 25 гривен за одну штучку. Но в целом, как только они появятся в магазине по нормальной цене, по 10 гривен, собственно, по номиналу. Единственное, что вы платите только за доставку, то цена на нее упадет гривен до 10, до 12, до 16. Мне нравится такая серия, друзья. И в некоторых роликах я даже плачу такими монетами. В одном из прошлых, кстати, на основном канале сейчас проходит конкурс. Перейдите, напишите комментарий под роликом на эту монетку. Там на украинском языке я записал его. Я разыграю эту монету с бесплатной доставочкой. Вы сможете получить одним из первых. Там нужно только, чтобы было 500 лайков. Уже 300 лайков есть, еще 200. И мы сразу разыграем эту монету среди тех, кто написал комментарий и подписан на канал Фартовый коллекционер. А по поводу платить такими монетами я периодически заказываю себе какие-то монетки. И в маршрутках, в магазинах радую этих продавцов. Они просто светятся, когда им платишь какую-то необычную монету. Хотя в одном из магазинов у меня отказались брать. Сказали, ой, мы не знаем, мы не видим, бухгалтер не знает. Короче, мы не будем брать. Вот, но вот недавний магазин, партнер прошлого выпуска, магазин Apple. Там с радостью у меня взяли эти деньги. Я покупал себе чехол. И в целом я купил себе телефон. Конечно, была идея записать полностью, заплатить полностью за iPhone 13 монетами. Ну и столько я начал собирать. Я понял, что это просто нереально. Такую сумму насобирать больше 1000 долларов в монетах, в юбилейных, в мелочи. Я подумал, что ну его сделаем, так куплю, как обычно. А вот чехольчик прикупил. И ребята удивились, откуда у меня столько монет. Они спросили, что за канал. И не поверите, я с ними договорился, что они сделают скидку всем подписчикам канала «Фартовый коллекционер». До конца этого месяца 30%. Это почти 50, почти половина, да. 30% это очень серьезная скидка на любые аксессуары, которые есть на сайте. На сайте, в магазинах, у них офлайн много точек. Так что, друзья, если у вас iPhone, можете купить себе что угодно. Там селфи-палку, чехлы, стекла, ремешки на часы. Ну много-много всего. Там только парочку товаров не попадают под эту акцию, потому что там фиксированная цена от производителя. То есть, на iPhone или на AirPods, к сожалению, они 30% не смогут сделать. Но на любые аксессуары, оригинальные чехлы, это просто будет космос. Так что, друзья, переходите на тот ролик и напишите ваше мнение, как вам эта монетка 10 гривен. Мне кажется, она самая крутая, вот из той серии, которая была. Хотя там мне нравились и с кораблями, и военно-морской флот, и КРАЗ мне нравится машинка. Ну, короче, а здесь просто другой образ и такой мужественный, и крутой. Напишите в комментариях, что думаете по этой монете. Будете ли покупать себе какое-то количество в запасах, роллов и так далее. Интересно его почитать будет в вашей комментарии. Всем спасибо, кто посмотрел этот ролик. Хорошего всем, удачного дня и до встречи в новых видео. Пока!